Всем привет, с вами Станислав Орехов. В сегодняшнем видео хочу рассказать о теме стандарта профессии. Ну как рассказать? Когда мы сдали Минтруда, возникло очень много вопросов, связанных с тем, что профессиональным сообществом не всем показали стандарты, не все приняли участие, было много недовольств о том, почему они разработали, почему мы разработали стандарт профессии. Были эфиры, в принципе, по которым я рассказывал, можно посмотреть на YouTube-канале. Но вот в этом видео хочу рассказать с точки зрения закона, как это вообще все обстоит. Нет, ни в коем случае не хочу ни с кем ссориться, ни кого там обижать. Мы за конструктивный диалог, за конструктивную критику, поэтому если у вас есть какие-то возражения конкретные, присылайте их обязательно. Я за то, чтобы найти все изъяны, возможно, какие есть, и, конечно же, их решить. Для того, чтобы наш диалог был продуктивный, я предлагаю обращаться не к мнению личному, а к закону. Можно зайти на закон правительства Российской Федерации, постановление правила разработки и утверждения профессиональных стандартов. Сейчас хочу ответить на вопрос, кто и почему имеет право разрабатывать стандарты профессии. Итак, общее положение. Настоящее правило устанавливает порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации координирует работу профессиональных стандартов. Проект профессиональных стандартов может разрабатываться объединениями работодателей. То есть, если объединиться несколько работодателей, не сказано каких, какого уровня, то есть, есть работодатели, которые заказывают этот проект. Не проект, а работу по стандарту. Работодателями отдельными, через запятую сказано, не обязательно должны быть объединения, и работодатели отдельно две величины. Отдельно профессиональными сообществами, через запятую, отдельно регулируемыми организациями и иными некоммерческими организациями с участием образовательных организаций, профессионального образования и других заинтересовательных организаций. Далее разработчики. Соответственно, под эту тему мы подходим. Подходим и я, и все разработчики, которые были в стандарте профессии. Поэтому вопросы, связанные кто должен или кто не должен, это в принципе, я понимаю личное мнение каждого. У каждого человека есть свое мнение на любую тему. И касательно любых вопросов, это нормально, мы их абсолютно уважаем. Но я действую, и разработчики действуют в рамках Российского Федерации, законодательства и ссылаются на этот конкретный документ. Все, надеюсь, с этим вопросов не должно быть. Вот документ, посмотрите, почитайте. Далее у нас идет, как разрабатываются и утверждаются профессиональные стандарты. Это интересно, что разработка проекта профессиональные стандарты осуществляется в соответствии с утвержденным министром туда порядком. То есть тоже здесь можно прочитать, как все происходит. Если очень кратко, сначала мы разрабатываем, получаем дискуссии, сами их инициируем, получаем комментарии. Мы это делали на три года, с 2017 года. Потом мы попали в период пандемии, когда немножко это все застопорилось. 19, 20, 21 год. Вот мы возобновили и начали действовать. Мы организовали и обсуждения. Было очень много обсуждений на протяжении этих трех лет, уже почти четырех. У нас была дизайн-конференция, мы организовывали. Там получили более 300 комментариев и поддержки. Также были комментарии присланы на почту. То есть обсуждение было. С другой стороны, что не все, естественно, поучаствовали. Да, дизайнер в 50 тысяч, но тут нигде не сказано, что каждый должен поучаствовать. Если вы хотите поучаствовать, в том числе даже прямо сейчас, вы можете направить. И если мы увидим, что где-то не соответствует, еще раз говорю, у нас задача сделать, чтобы документ и материал был максимально качественный, максимально подробный, удовлетворяющий всех. Естественно. Если у вас есть конструктивные пожелания, предложения, присылайте. И есть возможность это дело скорректировать. Поверьте, мне тоже нет никакой задачи и желания допустить несколько лет жизни и инициатив вот этой под то, что мы примем что-то, документ, которым невозможно будет пользоваться. Зачем мне это надо? Мне выгодно, чтобы всем было удобно, всем было выгодно. Тем более финансировали это мы в том числе за свой счет на данный момент. Вот. Поэтому, пожалуйста, можете принять решение и посмотреть, поработать с комментариями. Все. В принципе, это дело, я думаю, мы обсудили. Почему мы имеем право? Рассказал. Теперь. Что такое профессиональный стандарт, где все это дело скачивать? Есть вот профессиональный стандарт дизайна интерьера у нас на сайте. Почему на сайте? Ну, потому что мы там разместили, как разработчики, мы разместили здесь. Вы можете скачивать эти материалы, размещать в гугле, делиться в сообществах, где угодно. Они в PDF сделаны, вы можете посмотреть, разместить. Проблем тут никаких нет. Вот. Ну, сейчас вот по этой ссылке, которую я приложу под этим видео, можно все почитать, посмотреть. Стандарт состоит, собственно, из самого стандарта. Версия стандарта здесь датирована 0.7. 0.7. Стандарт профессии пояснительных записков, в которой рассказаны термины, рассказаны основные пояснения, которые там были, раскрыты некие идеи. Основные идеи здесь. Вот что это? Здесь тоже можно почитать. Это видео как доказательство того, что было проведено обсуждение, что были презентации, когда мы это разрабатываем в 2017 года. Есть выступление, видео на конференции. То есть все задокументировано, мы это собрали. Здесь видео дальше я даю на этой же странице. Пояснения. То есть когда мы разрабатывали основу, первую часть, я был на отдыхе, получается, и вот занимался в том числе этой темой, потому что мне очень важно профессионально поделиться всем этим. Поэтому вы можете почитать, посмотреть. Здесь я рассказываю достаточно кратко вот нескольких видео по функциям. Вот здесь первые функции есть 5-10 функций дизайнера интерьера на видео. И здесь вторые 5 функций тоже дизайнер интерьера на видео. Можете посмотреть. С тех пор стандарт претерпел большие изменения. То есть то, что там я рассказываю, это была как бы идея раскладка по существу. Далее мы это дело все синтезировали. И теперь вы видите вот этот документ итоговый, который у нас получился после проведения большого количества споров, дебатов и всего остального. Кому поможет стандарт в учебном заведении, готовить специалистов по требованию рынка, новичкам быстро найти работу согласно квалификации и, собственно, получить квалификацию. Вообще, что такое стандарт? Это описание уровня квалификации работников, ну или сотрудников, которые работают, либо нанимаются к клиенту наподряд. Уровень квалификации бывает разный. И, соответственно, просто в стандарте они перечислены. Это не какой-то запретительный документ. Это не документ, где в обязательном порядке там кого-то всех заставят проходить какое-то лицензирование или что-то с этим связано, или тестирование. Нет, это просто вот описание. Мы должны договориться о терминах, что является уровнем квалификации. Именно с точки зрения знаний. Там есть три вещи. Знания, умения, навыки и уровень квалификации. Уровень, ну это по сути тестируется, как не тестируется, а показывается уровень работы мозга. Ну не IQ это имеется в виду, а, допустим, среднее образование говорит о том, что у нас есть определенные навыки, есть по государственному стандарту, что такое среднее образование, есть терминология. И высшее образование то же самое. То есть если очень кратко, в среднем образовании и техникумах получается, что ты умеешь делать какую-то работу, а высшее образование позволяет тебе создавать собственные проекты, вести проекты, управлять проектами, сдавать работу. То есть это более, даже не интеллектуально, а более квалифицированный специалист. Соответственно есть разные уровни квалификации, эти уже уровни квалификации есть в законе об образовании, можно почитать, погуглить, посмотреть, я сейчас пересказывать это не буду. Я здесь очень глубоко мы разбирались со всеми нашими участниками в стандартной профессии разработчиков. И мы в общем-то разобрались и сделали вот как правильно в плане дизайна интерьеров, что есть ведущие специалисты, которые работают с клиентом и делегируют работу, и они знают все, что знают предыдущие тоже специалисты. И есть специалисты трудовые функции, выполняют там меньшего масштаба, и у них тоже есть навыки работы, но у них там нет навыка делегирования, нет навыки задачи проекта. Об этом во всем все рассказано в стандарте профессии, соответственно можете посмотреть, изучить. Какие проблемы решает стандарт? Позиционирование дизайнера. У дизайнера, значит, как правильно себя позиционировать, как объяснить клиенту, что ты делаешь конкретно. Берешь вот этот вот талмут и говоришь, вот я занимаюсь вот этим, смотри, пожалуйста. Хаос в голове. Если дизайнер сам не понимает, что он делает, какие его обязанности, какие его задачи, то, соответственно, сложно это продать клиенту, тоже будут проблемы. Проблемы с командой. Начинающему предпринимателю в дизайне интерьеров сложно найти себе команду и как-то правильно составить. В итоге он все делает сам. Проблема. И также поверхности знаний вместе с специализацией. Выпускают специалистов в вузы, многие, да, когда человек вроде обо всем много чего знает, но конкретно делать не может. То есть очень часто жалуются работодатели, что берут выпускников и приходится все переучивать. Я думаю, что если вы работодатель, вы тоже с таким сталкивались, а потом обидно, когда ты обучил специалиста, а он уходит. И пятое – это общение с клиентом, собственно, как правильно общаться с клиентом, потому что дизайн – это не только творчество, это еще и психология, и правильные манеры общения, чего, к сожалению, не все дизайнеры у нас умеют. То есть многие начинают переходить на личности, сейчас вы увидите, в принципе, в комментариях это. Но я считаю, что как раз-таки это надо воспитывать, это внутреннее воспитание, внутренний диалог. То есть диалог у тебя должен быть и с теми, с кем ты не согласен, это нормальный дебат, то есть должно быть все в правовом нормальном русле обсуждаться. Это вот, в принципе, важная задача. Разделы стандарта. Описаны названия, уровень квалификации, обобщенная трудовая функция, чем занимается специалист. Трудовая функция – деление на действия, что он должен совершать конкретно, знание, что нужно знать для того, чтобы обладать этой функцией, и умение, что нужно уметь делать. На видео, собственно, 5 основных функций, почитайте, посмотрите. Всем рекомендую посмотреть, изучить. Здесь написано, что входит в стандарт, что не входит в стандарт, чтобы не возникало ошибок, что входит в деление задач на функции, разработка дизайн-проекта от обмеров до рабочего проекта, последовательные услуги, авторский надзор и комплектация послепроектная, работа с клиентом, согласование, ведение проекта, участие в реализации, авторском надзор и комплектации, полное распределение ролей. Что не входит? Стандарт профессии не входит, многие тоже задают вопрос, что же не входит. Не регламентируют творчество и качество продукта. Это будет рекламентировать отдельный документ, который, я думаю, что мы с профессиональным сообществом тоже разработаем, давайте уже сейчас этим заниматься, потому что это важно именно, какое качество должно быть. Давайте с профессиональным сообществом, если мы профессионалы, давайте этим заниматься. Стандарт профессии – это не стандарт качества, важная часть, стандарт качества отдельно мы разрабатываем. Продажа услуг, коммерческое предложение, условия договора – тоже это каждому свое, именно как с клиентом договариваться, какой у тебя именно будет тип услуг. Последовательность работы и сценарий производства. Шаблоны проектирования, детализации дизайн-проекта тоже в стандарте, естественно, нет. Модель ценообразования нет, правила работы с сотрудниками нет, Отношений с клиентом нет, стандарта рабочих чертежей нет, послепроектные услуги, управление строителями и генподряд тоже, естественно, это нет. Это вот у нас уровень ограничений, что входит, а что не входит. Почему? Выводы там написано, пожалуйста, смотрите, изучайте. Вот предварительно у нас был список такой, вот можно все скачать, вот это основа, которую я создавал в качестве структуры, чтобы прописать, что должен знать, уметь. Это краткое содержание стандарта, вот целый майндмэп можно скачать, посмотреть, очень полезная тоже шпаргалочка. И уже по задачам Минтруда, по шаблону, по формату стандарт-профессии для Минтруда, мы уже это все дело оформили, это можно скачать там на самом верху. Вопросы, пожелания, предложения вот тут тоже есть, и также в этом видео, сейчас я отвечу тоже на самые частые вопросы по стандарт-профессии. Также у нас были публикации, обсуждения СМИ в интернете, комментарии были присланы, и вы можете тоже прислать комментарии, пожалуйста. Вот здесь контактные данные, какие должны быть комментарии, в стиле, что все пропало, меня не посчитали, поэтому все неправильно, мы не верим разработчикам или что-то еще. А вот в таком стиле, тема для комментариев, трудовая функция 1, допустим, трудовые действия, состав комментария. С моей точки зрения должно быть так, потому что, плюс необходимое знание, плюс необходимое умение, то есть что ты планируешь добавить, либо что тебя не устраивает в том, что написано. Также можно по уровню квалификации, либо образования тоже давать. По образованию вообще отдельная тема, мы обсуждали, в принципе, многие ратуют за то, чтобы повысить планку, а другие говорят, нет, надо, чтобы в профессию был вход достаточно легкий. И тут, получается, у нас самые такие точки соприкосновения, накал происходят в этой точке. Расскажу, что мне сказали в Министерстве труда, мне конкретно сказали, что мы должны по низшей планке идти. Почему? Потому что любой человек должен войти в профессию и там в ней развиваться. Поэтому мы сделали среднее образование, то есть колледжи профессиональные именно, которые сейчас учат на дизайнеров интерьера по профессии. То есть среднее профильное образование, это колледжи. И из этого состояния человек становится, допустим, либо обмерщиком, либо визуализатором, либо техническим дизайнером, назовем это так, младшим дизайнером. Идет уже в студию, либо в компанию, либо под крыло опытного человека и там уже делает один-два проекта и постепенно учится общаться с клиентом. И выходит на позицию ведущего дизайна. Так это сделано. Здесь можно спорить, я так считаю или я считаю по-другому. У каждого здесь свое мнение. Важно, что сказали в Министерстве труда, как это должно быть оформлено. Мы оформили, как сказали. Поэтому тут у меня тоже свое мнение есть, но оно сильно не влияет ни на что. Влияет именно то, как нужно делать. Окей, почитайте, посмотрите, ссылка будет в этом видео. Ну и давайте самое интересное. Я прокомментировал, наверное, на основные позиции по тому, как люди реагируют. И не буду давать оценку людям, буду давать оценку и отвечать, стараться на вопросы максимально корректно. Хотя не все тоже корректно это делают. Я прошу проявлять… В принципе, мне все равно, но если проявляете неуважение, то это в первую очередь говорит о вас, а не как не укоряет меня, например, либо других разработчиков. То есть это уже как бы… Будьте внимательны, скорее по вашим же комментариям люди больше делают впечатление о вас, нежели о том, что вы говорите. Ну это для тех специальных людей, которые и мата не гнушаются, и каких-то других вот высказываний. Ну мне кажется, это просто непрофессионально. Ну хотя это может быть там образ специализированный, как мне кажется, который позволяет привлечь в себе внимание и вести за тобой толпу. Если такая задача, то окей, знаю, понимаю, не обижаюсь, все нормально, можно. Но как бы окей. Где заслуженные дизайнеры, подписавшиеся и придумавшие этот документ, спрашивает HealthGarmonia. Где ваши регалии? Заслуженные дизайнеры в подписях, которые мы сдали в Минтруда, поэтому, пожалуйста, можно там посмотреть. Я отсылал и с Аннами работали много дизайнеров. Что значит заслуженные? Тоже непонятно. Такое определение, как кто заслужил и чего заслужил. То есть давайте с определением сначала определимся, и потом посмотрим, обязательно ли какие-то заслуги для разработки или еще чего-то. Поэтому я понимаю ваши опасения здесь абсолютно, но как бы, ну вот так. Регалии здесь не обязательно, хотя очень желательно. Они есть, но просто, смотрите, никто не обязан доказывать, что он не верблюд. Зачем? Смысл какой? То есть ты по закону прошел? Прошел. Окей, я могу сейчас предъявить, можете зайти ко мне на страничку, посмотреть, собственно, мои регалии, я их не скрываю, там даже они очень прикольно написаны. Пожалуйста, вдохновитесь моими и другими регалиями других людей. Посмотрите, погуглите разработчиков. Где ваши регалии? Ответил. Образование? Ответил. Тогда напишите об этом кто вы, зайдите на сайт и посмотрите. Зачем я должен кому-то что-то писать и доказывать? Я выявил и выдвинул стандарт профессии, а не себя пиарю. Зачем мне это надо? Зачем это вообще в рамках этого мероприятия? Непонятно. Что вы сделали выдающийся опять? Ну, окей. Нет никакой необходимости в соответствии с законом кому-то чего-то доказывать. Поэтому этот вопрос мы опускаем мимо и если хотите посмотреть, давайте всем, кто хочет посмотреть, кто и что, можете зайти ко мне на сайт, можете зайти на конференцию, мы делаем 10 лет, посмотреть мои проекты, посмотреть проекты, благодарственные письма и так далее. От крупных компаний, застройщиков, Галс Девелопмент, Москва Сити мы делали, Аэрофлот. Я не хочу сейчас это делать, я сейчас просто один раз рассказываю для всех, что кому надо и кому интересно, мне надо писать в комментарии, покажите. Зайдите, посмотрите. То есть я вам ничем не обязан, почему я вам должен что-то показывать. Зайдите, сами посмотрите. Если вас не устраивает, ну окей, это ваше дело, я тут при чем-то доказывать тоже не собираюсь. Странно, что вы без каких выдающихся работ и без имени. Ну окей, все. В общем, с этим, я думаю, закрыли, идем дальше. Какие-либо стандарты определенно нужны. Да, потому что много есть неквалифицированных специалистов, которые в лице других порочат профессию дизайнера интерьера. Дизайн только начинает набирать обороты в России, не имея в виду Москву, в регионах и простые люди не понимают, как должна выглядеть представление услуга и сколько этот труд должен стоить. Окей, да, конечно. Да и к тому же неграмотный дизайн можно человеку в жизни испортить, относя к этому только с точки зрения эстетики. Я не к тому, что половина должна отсеяться, а к тому, что все должны иметь минимально допустимую планку, образование, опыт работы, на позиции помощника, чтобы проходить все это на практике. Да, конечно, это описано в стандарте. По позиции дизайнера нужно расти. Конечно, я бы очень хотел повлиять на происходящее, я бы под десяток лет работал, чтобы создать студию. Отлично, давайте влиять на происходящее. Изучите именно стандарты, если что-то там вы найдете, что не соответствует вашему пониманию прекрасного и пониманию правильного, то напишите. Я думаю, что у вас там у тулья творит многое. Если что-то будет не то, пишите лично мне, я разберу этот комментарий. Если там что-то действительно будет не то, мы, конечно же, его постараемся, естественно, внести. Так, совет по стандарту нужен, говорите, но вы же его создаете. Это будет следующий этап бизнеса, проекта. Вот это вот, да, тоже интересное, кстати, замечание и комментарий. Это совет, который будет назначать категории. Теперь дизайн без категории – это как не квалификация. Ну, давайте разбираться. То есть, что за совет? Я про совет никакой не говорил, я говорю сейчас только про стандарт профессии. Будет ли какой-то это бизнес или не будет? Это уже дело десятое. Почему вас волнует чужой бизнес? Вы тоже можете бизнес создать. Вам никто не мешает создать бизнес по стандарту профессии. Берите и делайте. Ну, то есть, это обычная нормальная тема, если ты придумал какую-то историю, или не ты, а кто-то другой, ты можешь на ней, как и многие другие люди, у нас свободная страна, делай, что хочешь. Или работай, как хочешь, или обучай, или предпринимай на работу. То есть, при чем тут совет? Сами сделайте совет. Почему вы не можете сделать совет первее меня? Сделайте совет, и все, и вперед. Вы создаете потребности, даете решение, понять, что это не просто так. Да, возьмите тоже, сделайте то же самое. Причем, и почему вы, вот мне тоже интересна такая тема, почему всех волнует какая-то другая, чужая бизнес-схема или что-то еще. Даже если так. Я пока это даже не заикался, не думал об этом. Но даже если так, то какая разница? То есть, мы что, должны бесплатно? Вы бесплатно работаете? Или как? Вот, обращаюсь, шумская дизайн. Вы бесплатно работаете? Почему вы это пишете? Зачем? В вашем стандарте написано, что достаточно профессиональной подготовки. Привет, курсики. Ну, окей. Каждый, кто пойдет, их получит в категорию. Ну, посмотрите, там не просто так написано. Там есть установки не только курса, но и работа с определенным количеством проектов сделана. Как она сделана, там все это описано. Чем будет отличаться сегодняшняя ситуация? Многим и всем. Да, да ничем. Все же то же самое, только в рекламе курсов школа добавит слово категория и увеличится стоимость. Ну, в категории рекламе курсов может добавиться, это будет правильный шаг на самом деле. И это именно и будет повышение качества, которое все хотят, когда на курсах будут учтить по категориям, а не чему попало. Естественно, это же хорошо. Вы же, мы же все ради этого, чтобы повышать качество стандартов. Почему нет? И добавится стоимость. Стоимость может добавиться, а может не добавиться. Рынок сам диктует, кто за сколько продает. Кто-то продает курсы по 2000 рублей, кто-то за 120, кто-то за 200 тысяч, кто-то за 300. Какая вам разница, кто-то сколько продает? Ну, если ты продаешь дороже, значит ты молодец. Ну, как бы, при чем тут что-то еще? Это рынок. Если тебя покупают, ты продаешь дороже, ты молодец. Если тебя не покупают задешево, ну, значит ты, наверное, ну или продукты у тебя не очень, или рекламировать ты не можешь. Это рыночные отношения. При чем тут все что-то сделают? Нет. Заказчики, они особо разбираются не будут, ведь прокатывают всякий союз дизайнеров. Ну, кто будет, кто не будет. Я, например, буду, то есть если мне, как заказчику, будет интересно, как люди работают, я буду разбираться. Кто не будет, но это же он сам себе, хоть нет своего счастья или несчастья, да, при чем тут мы. Хотя я за выбор, чтобы у человека был выбор. Ведь прокатывают всякие члены союзов, так, при чем тут члены союзов, это я вообще не пойму. Ну, хорошо, тут видно, вот девушка пишет о разном, окей. Или ваш дизайнерской конференции, отлично, конференция, дизайнерская тусовочка, где кто-то заплатил немного, смотрят те, кто больше выступает. Смотрите, я не расстраиваюсь, это ваша оценка, окей, пусть для вас это будет тусовочка, где кто-то что-то заплатил и показывает. Ну, хорошо, окей, ну, мы тут вообще никак ни на чем. Это ваше мнение, вы имеете на него право, хорошо. На фоне занятеленного зала сфоткали, тем самым повысить экспертность в инстаграме. А почему нет? Ну, в принципе, это тоже неплохой ход. Не ходите, не фоткайтесь, не повышайте и ничего не делайте. И тоже будет нормально. И работайте, ну, то есть, тогда зачем вы здесь? То есть, я не очень понимаю. Что вы предлагаете? Вот, всегда интересный вопрос, что предлагаете? И предлагайте, делайте, проявляйте инициативу, я приду к вам и с удовольствием тоже либо покритикую, либо приму участие, если это будет разумно и интересно. Пожалуйста. То есть, а критиковать, что у кого-то там чего-то, ну, хорошо, ваше мнение принято. Это я его озвучил сейчас вот на всех дизайнеров. Вы добились того, что вас услышали. Супер, классно. Дальше что? Там еще поставщики Куча-Стая тоже вносят лепту в казну. Почему вас так волнуют чужие деньги? Ну, как бы, зарабатывать это хорошо. До того момента, пока вы это не поймете, вы зарабатывать серьезно деньги не будете. То есть, надо отпустить себе вот эту вот боль, что кто-то зарабатывает, и тогда будет гораздо счастливее жить. Видите, я, в принципе, у меня не было никогда такой проблемы, но если бы была, я бы очень быстро прошел, потому что деньги, это, в принципе, нормально, это очень хорошо. Вы хорошие продажники, продвиженцы. Спасибо. Я не сомневаюсь, что вы очень хорошо разведете тему, когда большинство дизайнеров за свои же деньги будут вынуждены вам... Смотрите, да, мы тему развьем абсолютно хорошо, и это правильно, присоединяйтесь, если есть желание, только с нормальной позиции, не вот с такой. То есть, сначала надо немножко исправить позицию, потом как бы вместе с нами. Либо самостоятельно развивайте эту же тему без нас, то есть, вам никто не запрещает. Никто не обязывает никого за их же деньги ничего доказывать, пока это не будет, ну, как-то медийно распиарено. Если это будет медийно распиаренный клиент, им это будет нужно, тогда да, тогда окей. А кто вы такие, собственно? Ну, кто мы такие, собственно, или кто я такой, собственно, можете посмотреть на моем сайте, прочитать и составить впечатление о том, кто я такой, собственно. Вот, в принципе, идем дальше. Люди, очнитесь, хватит уже запрещать, лишать ограничивать. Обязаю такие комментарии, то есть, это вот прям крик души, человек суперэмоциональный, это, кстати, ну, неплохо, к сожалению, не очень хорошо видно, но поверьте мне. Значит, дизайн это творчество, будьте вы прокляты чиновники и казнокрады. Я тоже проклинаю чиновников казнокрадов, окей, я с вами, держитесь там. И хотя в профессии дизайна довольно сложно формировать правила такой процесс, проектирование это совокупность архитектуры, художественно-эстетической составляющей, психологии и маркетинга, что в целом делает результат такой работы весьма субъективным. Здесь тоже про что-то свое, ну, хорошо, согласен, окей. Здесь многие решают порядочность и организованность исполнителя, никто с этим не спорит. В спорных ситуации, когда дело доходит до суда, нет никаких базовых документов, на основании которых можно было бы дать независимую экспертизу, а их и стандарт профессии не даст. Это хороший вопрос, вы поднимаете, Валентина, абсолютно правильный вопрос, на самом деле, и он уже дальше идет. То есть, после того, как мы поднимаем стандарты, мы понимаем, что должен делать, что дизайнер не должен, и потом уже, как, в каком формате он должен это делать, чтобы это принималось по качеству. То есть, это следующий вопрос, и я уже тоже неоднократно говорил на видео и в текстах, что нужно это тоже инициировать. И даже на обсуждении стандарт профессии, в первое чтение, мы об этом говорили. Именно люди поднимали руку и говорили именно об этом, что давайте внедрим именно стандарт качества. Я только за, приглашайте. Начинайте сами, кстати, разрабатывать. Не ждите, пока я это начну. Вот сейчас есть шанс всем начать разрабатывать именно стандарт качества, связанные со всеми делами. Разрабатывайте, пожалуйста. И проявляйте инициативу. Ну, либо опять будете ждать, и через год или через два опять скажут, что орехов что-то придумал. Ну, делайте сами. Причем тут я вообще? Поэтому да, абсолютно точно можно экспертизу. Считаю, что создание разумной структуры основы необходимы только с участием высокого уровня специалистов. Я тоже так считаю, поэтому все специалисты, у которых высокий уровень, давайте создавать, и кто-то, если уже готов, может этим заняться. И приглашайте, я с удовольствием поддержу и медийно, и умом. То есть я не хочу все разрабатывать, разрабатывайте, пожалуйста, я с удовольствием подключусь. Стандарты были, есть и будут. Вопрос, нужны ли новые стандарты. Ну, да, нужны. Конечно, трудно понять так, побежавшись глазами по словам, в чем там соль. Но вот интересно, как я поняла, это относится к АКВЭТ 7.4.10. А если поменять АКВЭТ, что связано с рисованием произведения искусства. В общем, АКВЭТ мы должны как раз получить. И я точно не помню, почему там АКВЭТ и как присвоим. То есть это уже работал юрист и, да, юрист, в общем, там правильно цифра. Вот я в этом, честно говоря, не до конца разобрался. Здесь сказал юрист, что так надо писать. Ну, то есть покопавшись и проконсультировавшись с Минтрудом методолог, который это все делал. Поэтому у нас работал здесь специальный человек по технической части. То есть по организационной именно, по самословой части я, вот по цифркам, ну, наверное, тут отдельно надо посмотреть. То обязательно будут соблюдиться эти нормы. Еще там требуется квалификация 4 или выше. Вот четвертка с квалификацией, она говорит о квалификации высшего образования. То есть если у тебя есть высшего образования, эта квалификация позволяет тебе, не то, что позволяет, она говорит о том, что ты умеешь создавать проекты. Потому что ты создал дипломный проект из института, отучившись там 5 лет. Соответственно, ты умеешь действовать самостоятельно, решать проекты. И тебе можно доверить именно проектную работу, а не задачную. То есть в техникуме ребята делают задачи. Конкретно ему сказали, дали задачу, он сделал. А высшее образование говорит о том, что ты самостоятельно можешь творить. Можете посмотреть высшее образование, определение в словаре, в Минтруда, ой, в законе об образовании. Есть такой закон. Почитайте там, что такое среднее образование, чем оно квалифицирует, что такое среднее профессиональное образование, что такое высшее образование. И увидите там присваивать своим уровень квалификации. Так вот, мы должны в стандарте профессии тоже присвоить уровень квалификации. Так, дальше. Вы серьезно хотите обсудить сиопус? Я вот не поленилась, а прочитала и эту хрень бюрократическую в комментариях восторженных поклонников профилевого творца. Ну окей, вот девушка в замечательном... или даже Интарса Ся. Окей, вы тоже замечательная девушка, замечательный творец, я уверен. Ну хорошо. Мертворожденный бестолковый бумаг, который почему-то, это мое оценочное суждение, ничего не утверждаю, позволил освоить некоторым бюджетные средства. Окей. Ну вы сначала хотя бы копните чуть-чуть дальше. Я не понимаю людей, зачем накидывать? Вот это вот мне всегда интересно. Есть, как я квалифицирую, есть два состояния, когда человек начинает. Он либо мыслит слишком эмоционально и поверхностно, но тогда это сильно не связано с высоким, значит, логическим мышлением, да, и далеко, мне кажется, от профессии дизайнера. Мне так кажется, по моему оценочному суждению, никого не хочу убить. Либо специально накидывает, чтобы развязать дискуссию и получить там хайп в комментариях, либо чего-то. Ну окей, хорошо. Я никак к этому не отношусь. Мне все равно абсолютно, что думает девушка по поводу того, что даже она не прочитала или не может осознать. Ну как бы хорошо, есть такое мнение. Ничего с этим сделать не могу и не хочу. Я надеюсь, все дизайнеры будут все-таки более взвешенно и детально подходить. И знаете, что получается, что если мы так подходим к документу, относящаясь к нашей профессии, то какие же чертежи мы будем делать? Если я уверен копнуть чертежи уважаемого автора, то там тоже будет достаточно веселые какие-то зрелища. Возможно. Ничего не хочу сказать. Ну просто так бывает обычно. Не вижу смысла перебеждать. Абсолютно точно не увижу. Так всегда говорят, когда есть железных аргументов защиты своего проекта. Ну вот, собственно, человек здесь хочет развить дискуссию. Значит, уважаемая Интарсия, правильно я говорю? Уважаемая девушка, я абсолютно поддерживаю вас. Ни в коем случае не хотел обидеть. Я понимаю вашу позицию, понимаю вашу, условно, негодование. Это нормально. Прошу прощения, если я вас там как-то задел или обидел. Ничего страшного нет. Так, однозначно нужно принимать участие в формировании стандартов, иначе будет как что-то писали юристы, работают по нему, проектировщики. Да, здесь как раз мы и работали с тем, чтобы сделать все правильно. Стандарт профессии начинается с образования. Классические вузы и коммерческие школы – это две разные модели образования со своими плюсами и минусами. Окей. Там уже нет единых критериев. Да, нету. Начать надо с фундамента. Это стандарт и есть фундамент. А не выдумывать дизайнеров-обмерщиков. Ну, обмер это мы делаем. Дизайнер-обмерщик делает. Если мы говорим о дизайнере-обмерщике, это не потому, что я хочу назвать обмерщика дизайнера и потому, что он выдуман. Я пишу дизайнер-обмерщик не потому, что я так придумал, а потому, что такие вы требования минтруда. Я не могу написать просто обмерщик, потому что просто обмерщики есть, допустим, и в текстильной промышленности. А мы не можем просто физически дублироваться. Понимаете? То есть нужно смотреть не только то, что вы видите, но и почему это сделано. То есть не так все просто, как кажется на первый взгляд. И мы пишем дизайнер-обмерщик, либо дизайнер-визуализатор, либо чертежник-дизайнер. Почему? Не потому, что это люди и то и сё, а потому, что нам нужно привязать просто профессию, вернее, трудовую функцию нам нужно привязать к профессии и назвать это как какой-то конкретной вот часть трудовой функции. Так его требования по-другому не сделаешь. Если у вас есть другое название к дизайнеру-обмерщику, чтобы было понятно, что он относится к интерьерному части и к дизайну, и к обмерам, предложите его, мы внесем. Если такая идея есть разумная, пожалуйста, вносите. Поэтому будьте здесь внимательны. Я думаю, что вот просто как бы негодование ваше тоже понятно, оно нормально, но предлагайте. Мы не против. Болете за дело, пригласите для обсуждения. Вот тоже очень хороший аргумент, но не аргумент, а вопрос всегда. Приглашайте для обсуждения деканов, профессоров, ведущих практических преподавателей. Значит, мы приглашали, приглашайте вы. Как мы можем пригласить? Мы человеку отсылаем, говорим, давай, пожалуйста, хочешь, посмотри. У человека нет времени. То есть вы видели, какой документ, чтобы сесть и вообще вникнуть, зачем ему это заниматься? То есть по факту все хотят что-то сделать и все говорят, надо приглашать. Но, к сожалению, мало. Вот у нас из, у нас было изначально 30 человек в рабочей группе, ну не в рабочей группе, первая встреча, когда мы вообще инициировали эту тему, мы созвали всех. Я сделал рассылку там на 2000 адресов, может быть даже больше. Светлана Котлакова сделала арт-диалог, рассылку там на базу огромную. В общем, мы отослали огромное количество людей информацию, что ребята, будем разрабатывать стандарт профессии. В итоге в зал на обсуждение пришло там человек 30, ну максимум 50. Из них в результате осталось в разработчиках 7 человек. Ну а как вы хотите? Вот это статистика, это люди. Ну то есть мы люди, у нас свои дела, свои заботы. Нам прикольно комментировать и писать, разоблачать кого-то в комментариях. А работать, к сожалению, ну это же работа. Знаете, сколько я часов истратил на это там личной жизни и сколько денег? Даже не представляете, я и не буду даже рассказывать, это не нужно. Другое дело, если вы хотите предлагать, вот вы сейчас предлагаете, не знаю, обмеж, чем вам не нравится. А дайте вот, вот сейчас вот дайте, вот после этого видео-то посмотрите, дайте свое определение, как бы вы назвали. И давайте его примем и сделаем. Вот смотрите, почему нет. Ведущие деканы профессора, найдите ведущего декана профессора, покажите ему стандарт и попросите его дать аргументированную обратную связь по нему. И если он даст эту обратную связь, то присылайте ее нам и мы ее тоже внедрим. У меня не получается это сделать, то есть какие-то профессоров как-то найти, мотивируясь, чтобы деньги платить. Как вы себе представляете? Сами люди не хотят, я же не могу их заставлять. Попробуйте, может ли у вас есть дар убеждения какой-то, пожалуйста. Не понимая, для чего нужен этот стандарт, его практическое применение. Ну я рассказал в видео выше, какие критерии оценки будут применяться и где. Судьи кто, не превратится ли ваше начинание в кормушку для чиновников. Но не должно превратиться, потому что нет никаких предпосылок пока. Ну и я их не вижу в принципе. Почему? Потому что деятельность дизайнера у нас не лицензируется. Не лицензируется по той простой причине, что у нас лицензируется только деятельность, связанная с опасностью для жизни. Дизайн это не опасно для жизни, вне зоны рисков для здоровья и жизни человека, профессии. Поэтому никаких предпосылок для лицензирования нет. Чтобы их сделать и чтобы они были, нужно менять законодательство на уровне внесения дизайнера интерьера в тему, которая говорит о том, что это опасно для жизни профессия. Если это так, я первый пойду на баррикады и буду говорить, что нет, так нельзя делать. Поэтому как только это будет, пишите. Мы с вами вместе пойдем с флагом и говорим, что так нельзя делать, это незаконно. Так, если опасенет волна выгодна самозванцам, ну окей, здесь понятно. Так, идем дальше. Очередная подмена, это должностные инструкции. Вот еще. Это должностные инструкции сотрудников определенной дизайн-студии. Нет, это не должностные инструкции, потому что должностные инструкции совсем по-другому выглядят и по-другому говорят. Там описано в должностных инструкциях, что должен сделать человек. А здесь написано знание, умение, навыки. То есть в принципе по определению совсем разные вещи. Вот чтобы обсудить, вот смотрите. Первый вопрос, который возник в начале чтения, кем направлено, кто из стандарта разрабатывает. По-моему, ты уже ответил. Интересно, в других странах есть подобная практика и прописывают ли там стандарт? По большому счету считают это бредом в условиях рыночной экономики. Ну, вы можете считать это бредом, не бредом это считают многие люди и плюс государство, поэтому нет, это не бред и в других странах, наверное, что-то есть, но когда мы изучали, там не было такого, чтобы у нас, там не было что-то, что можно было взять и адаптировать. У них там совершенно другая история, у них там лицензии есть и связано это как раз таким с тем, что там у них это большой бизнес на уровне там тоже, ну, именно выдачи лицензий и кто-то это делает, то есть есть там тесты, в общем, там отдельная история, я считаю, у нас гораздо лучше это сделано и мы стоим именно у истоков того, что должно быть дизайном и мы можем как раз это прописать. Поэтому я считаю, мы на голову выше иностранцев в этом вопросе, если вы посмотрите документ, который мы представляем в стандарт, то вы в этом убедитесь, а потом сможете или попробуете найти что-то аналогичное за рубежом и вы удивитесь, вы снова увидите и испытаете гордость за нашу страну, что мы впереди планеты всей и даже здесь, несмотря на там что-то. И мы догоняем даже по качеству, по работам, наши дизайнеры супер профессиональные, у кого есть образование, у кого нет образования, но мы как бы очень-очень крутые, вот, и я рад, что у нас там наш дизайн, наши дизайнеры выбиваются как раз-таки в лидера, это очень хорошо. Так, это госинициатива, считаю, ну, то есть прокомментировал, окей, идем дальше. Господин Орехов и Ко придумали какой-то документ, который не имеет никакой юридической силы, компания, это группа никому неизвестных дизайнеров, ребята, как можно создавать стандарт профессии, если вас толком как профессионалов никто не знает. Ну, я на это отвечал, нас никто не должен знать, ну, во-первых, что значит никто не знает, кто-то знает, а кто-то не знает, но если вы не знаете, значит, что никто. Не совершайте, пожалуйста, ошибку, что по себе нельзя судить, то есть ты можешь судить, потому что тебе кажется, что это важно, что ты самый важный человек в мире, но это не так. Не я, не самый важный, не вы, не самый важный, никто. То есть есть как бы объективность. Есть закон, по которому мы работаем, я его продиктовал. Если вы кого-то не знаете, не знаете, что их нет или что они там не важны, по вашему мнению. Поэтому здесь не подумали и решили, а именно так, как нужно. Это как печататься интерес в журнале, ничего не дает, кроме как пустить пыль в глаза заказчикам. Ну да, кто определяет и как. Ну, вы можете определять как угодно, вы можете в тусовочке свои определять как угодно, но закон определяет абсолютно понятным фактором, кто может, а кто не может. Это написано в законе, поэтому если я возьму ваш голос, что в законе написано, я, пожалуй, больше закону поверю и буду действовать по закону, а не по мнению Н. Самойленко. Как бы я с этим уважением к вам не относился. Это действительно так. Вы имеете право на свое мнение, я просто показал, что это не... Здесь нет предмета даже дискуссии. Хорошо, ваше мнение есть, оно принимается, для вас мы никто и забывательно никак, ничего страшного. Такое может быть. У меня вопрос, означает ли, что это документ, что люди с высшим архитектурным образованием, работающие как частные архитекторы, ИП должны будут как-то подтверждать свои навыки, чтобы заниматься в том числе разработкой дизайна проектов. Нет, не нужно. Об этом я тоже говорил, ничего подтверждать не надо. Это для будущих... Ну, в общем, для будущей темы. Вы можете не переживать по этой теме. Если хотите подтвердить, и если будут какие-то подтверждающие, не знаю, медали или там что-то еще, вдруг кто-нибудь сделает, и вы захотите подтвердить, посчитаете, что это нужно, можете подтвердить, можете не подтверждать. Но это никак не влияет на то, что вы можете работать дизайнером, либо не можете. Никто вам запрещать не будет, такого нету просто запрета. Вы можете оформить ИП, назвать себя дизайнером интерьера и делать дизайн интерьера, не будучи никем вообще. Ну, сейчас это не запрещено в законодательстве. Другое дело, купит ли у вас кто-то что-то, это уже как бы насколько вы качественно делаете. Я не знаю тех, кто принимал участие, но я не вижу ничего плохого в этой инициативе, ведь на рынке много дизайнеров с курсами станет дизайном за месяц, нужен адекватный фильтр от таких спецов Ну вот другое мнение, тут девушка получается, Мария, не знает тоже нас и не знает никого в этой сфере, но при этом она как бы разумно, не против, хорошо, ну то есть классно Стройка совершенно не показает профессионализм дизайнера, это показает профессионализм строителя Ну да, согласен, да, тоже все верно Поэтому хотелось бы поучаствовать в каких-то обсуждениях, участвуйте в обсуждениях прямо сейчас, я сейчас специально записываю видео, я записал уже несколько видео по этой теме специально Поэтому посмотрите их, найдите 3 часа жизни, потом посмотрите стандарт и дайте конкретные замечания, обсуждения, мы обязательно это рассмотрим Пишите в комментариях конкретно, вот Анна, к вам обращаюсь, чтобы люди, которые не причастны к профессии, не написали левых стандартов Поверьте мне, люди причастны к профессии, посмотрите просто видео и посмотрите, что мы делаем и насколько документ детальный Сначала вы сделаете выводы не на основе комментариев в инстаграме, а на основе фактов Вот это, мне кажется, дизайнерская работа как раз таки и ум дизайнера способен это сделать Конечно, нужно привыкать любых дизайнеров, которые ведут практику более 5 лет и могут доказать свою практику на резонных проектах Пожалуйста, хотела бы очень, пожалуйста, делайте Поро за свою деятельность работать по стандартам 10 лет, 10 год, плюс совершенно узконаправленное Плюс четкие границы, минус усложено с выражением творческого потенциала Еще одна тоже проблема такая, многие думают, что если стандарты внедряются, то это мешает творчеству Ничего подобного, творчество здесь даже не затрагивается, здесь затрагиваются только знания, умения, навыки И дальше, обладая этими знаниями, умениями, навыками, творите как угодно, как хотите Здесь ни слова про то, что творчество будет ограничено, нет Это какие-то внутренние страхи, может быть даже, я не знаю, почему многие цепляются за это Причем тут творчество? Я даже ни разу там даже слова такого нет, насколько я помню в стандарте Что там никто не ограничивает творчество Может быть там творческие реализации есть, что-то наоборот, проявлять творчество Там есть такая задача, уметь проявлять творчество, скорее всего там так прописано Поэтому даже интересно погуглить, есть ли там слово к творчеству Как мне кажется, юридические документы, коим является стандарт профессии, должны разлабатывать те, кто разбирается в юридических документах? Ну да, должен, я разбираюсь в юридических документах И в принципе любой здравомыслящий человек может разбираться в юридических документах, это не проблема Другое дело, что работать юристом и знать процессуальную работу, которая идет в суде, это другая история Но в документах любой человек уверен, что вы тоже сможете разобраться Если зайдете и посмотрите, почитайте документы, ссылку на которых я дал И любой сможет разобраться. Я не вижу здесь проблем к человеку с высшим образованием, с аналитическим или с любым складом ума, который позволяет как-то существовать в этом мире и разобраться с документами. Ну, если у вас есть проблемы, ну, наверное, их как-то надо решить. Но так как это стандарт профессии, то фактическая база этого документа должна опираться на реальные требования профессии. Да, так и есть, конечно, консультированными трендами должны быть признанные профессионалы в этой области. Тоже так и есть. Ну, в общем, смотрите по документам. Я не знаю, может быть, вы не про себя пишите, извините, если я немножко сказал про вас. Не со зла хотел. Возможно, вы пишете, что все люди разбираются в документах. Это нормально. Но есть люди, которые разбираются. И эти люди занимались как раз-таки и занимаются сейчас разработкой и принятием. То есть я хорошо разбираюсь, могу ответить на любой вопрос. В принципе, я сейчас без подготовки в реальном времени сейчас и в прямом эфире отвечаю на все вопросы, которые возникают. Вот может состоять собственное впечатление о том, разбираюсь ли я и другие разработчики. Ну, как бы я тут выступаю как организатор и отвечаю за всех сразу, что да, мы разбираемся. Мы посвятили этому не один год своей жизни. Поэтому и плюс у нас есть юрист, специальный методолог, который тоже все занимался. Вы же не думали, что мы просто так вот сели все, между собой сели и написали. Нет, конечно, это так не работает. Если бы было все так просто, все не так просто, как кажется с первого взгляда. Стандарт это хорошо, лишь бы в них была логика. В них логика есть, прочитал документ, не поняла, каким именно будет подтверждающая квалификация и как будет органичиваться деятельность тех, кто не соответствует. Логика есть, подтверждаться квалификация будет, ну то, что не будет, она не должна никому подтверждаться. Если нужно подтвердить, у тебя там есть диплом, либо выполненные проекты, либо практика через количество лет, там тоже сказано. Вот так можешь подтвердить. То есть наличие ЕМ того, что там должно быть по стандартной профессии в качестве квалификации. Вот это так оно и подтверждается. Чем? Документами любыми. Не будет ли тут много лазеек для коррупции? Не знаю, пока я их не вижу. Если они будут, напишите, мы постараемся как-то их избежать. Так, считаю, что профессиональные стандарты должны разрабатываться с участием профессиональных. Вот тут кто-то даже пытается рекламироваться. В принципе, окей, вот люди рекламируются, но они немножко опоздали. Ну окей, можно обратиться, пожалуйста. Я не знаю, из-за чего они, но рекламу получили. Хорошо, специально написал. Давайте вы нас порекламируйте у себя на канале. Смотрите, я вот вас рекламирую в YouTube-видео по стандартной профессии. Буду рад за обратную тоже связь и рекламу с вашей стороны. Давайте друг другу помогать. Станислав, какими заведениями и организациями будет подтверждаться уровень квалификации дизайнера? Сейчас многие так называемые школы дизайнера добиваются того, что их недодипломы становятся государственными. Не бывает такого, что недодипломы становятся государственными. Что такое недодипломы? Пишите конкретно, что вы имеете в виду и что значит многие. Еще одна хорошая такая штука, как отличить человека, который конкретно что-то говорит от того, что все и многие. То есть именно ничего конкретного и все объемлющие, когда пишут. То есть как много. Все вот у нас, в нашей стране все не так. Значит все у нас выдают липовые дипломы. Приведите конкретно, пожалуйста, пример. Мы с этим разберемся. Ну то есть конкретно что-то и чтобы была фактура для обсуждения. Сейчас я даже не знаю, как ответить. Вы думаете, что все выдают, сейчас не все, как написано, значит, будут подтверждены уровень квалификации школы дизайна. Так называются. Сейчас так многие, вот многие так называемые школы дизайна. Многие. Какие многие? Какая школа дизайна конкретно добивается того, чтобы их недодиплом, что за недодиплом их, а почему вы считаете, что он недодиплом, а становится государственным? И как они становятся государственными? Вот, пожалуйста, дайте мне эту схему. Я ее разберу на видео и мы посмотрим, что это за тема. Либо сами разберите, пишите мне видео, мне тоже интересно посмотреть. Что вы имеете здесь в виду? Поэтому я всегда буду людям, которые вот этот такой диалог ведут. Я не против, я все понимаю. Но я буду всегда говорить, давайте, чтобы что-то обсуждать, дайте фактуру. Я вам дал фактуру, я вам дал документ, я вам дал много материалов, анализируйте их. Можете как угодно ко мне относиться. Я ко всем лично хорошо отношусь. Я всех понимаю, никаких вообще ни проблем, ни претензий. Я удивляюсь только одному. Почему вы не пишите конкретно? Если хотите обсуждать что-то, пишите конкретно, и мы разберемся в этом. То есть они приравниваются к обучению в том же мархе, где, кто приравнивается, как. Но это обучение настолько поверхностно, что что значит поверхностно? Как вы определили? Вы что, эксперт по обучению каких-то онлайн-школ или не онлайн-школ? Как вы это определяете? Ну, это обучение настолько поверхностно, как вы определите квалификацию? У вас, знаете, у вас в каждом предложении абстракция непонятная, где непонятно, что вы имеете в виду, на что вы ссылаетесь. Дайте, пожалуйста, вот этому всему конкретику, и я с удовольствием с вами как бы обслужу этот вопрос. Школа ничего не стоит, свою бумажку вписать уровень квалификации. Ну, дальше, давайте, да, договорю. Поэтому вся эта затея сводится лишь к увеличению потока дизайнеров этой бумажкой на курсики школы. То есть вы сейчас говорите о том, что сейчас и так все плохо, ну вот из того, что я понял, и еще будут какие-то бумажки, которые школы. Вы, как никто в этой теме, знаете, что это приведет к поднятию ценника вашей выгоды, никаких повышений курсов. Смотрите, а дальше вы делаете вывод касательно меня, и я как будто что-то знаю. Это очень странно, это очень странно. Вот напишите в комментариях, кажется ли вам это странно или нет, или все правильно пишут. Именно вот по логике, я даже не берусь, допустим, это так. Допустим, все, как вот пишет уважаемая Шумская дизайн, все так. Даже, но как мы это можем понять? Сейчас вывод, который в финале, он не связан с тем, что было выше. Нет связи никакой логической, потому что говорится о школах, а потом говорится обо мое мнение. Откуда вы знаете, как я думаю? Я вообще не понимаю. Я лучше скажу, как я думаю, а не вы. Я не знаю просто. Извините меня, пожалуйста, мне просто очень-очень... Ну, я не могу на это реагировать. С улыбкой, с любовью к вам, ну вот, извините. Значит, я не верю в бескорыстную помощь дизайн-сообществу. Ну, окей, значит, можно не верить. Такое тоже бывает. Я тоже раньше не верил в бескорыстную помощь некоторых людей, пока не дошел до определенного уровня. Когда, ну, уже ты пресечаешься, там, ты закрыл свои базовые потребности, что дальше делать? Дальше у тебя по пирамиде масла, у тебя возникает ситуация, когда ты можешь делиться и хочешь. Я в такой ситуации уже много лет, чего я вам, в принципе, желаю, чтобы все было нормально. Рассматриваю как очередной головняк ради пиара и заработка. Ну, теперь тут как бы, я не знаю, ну, хорошо. Кто-то зарабатывает, и вас это как бы гложет. Окей. Поверьте, на качество работы и недовольство заказчиков это не повлияет. Да, это не повлияет, естественно, никак на недовольство заказчиков и на качество работы не повлияет, потому что и нет задачи стандарта повлиять на это. Те, кто делает плохо и так просто не найдут, в последствии клиентов. Абсолютно согласен. А тем, кто делает хорошо, предстоит головняк. И как я вижу, цель привлечь. Почему головняк предстоит? Напишите, пожалуйста, как вы видите головняк. Конкретно просто по пунктам. Как вы видите, исходя из документа, где предстоит головняк. Не ваши догадки, а как вы видите развитие событий. Как? Каким образом? Я не понимаю пока тоже. Как я вижу, цель привлечь больше дизайнера на повторное обучение для бумажки. Нет такой цели. Не хочешь, не обучайся, обучайся сам. В стандарте написано, что можешь сам обучиться. По книге, если у тебя есть высшее образование. Либо ты сам можешь обучиться там в курсе профессиональной квалификации. Нет, по книге нельзя. Ты должен как бы переквалифицироваться, если хочешь. Но ты можешь никому не доказывать, что ты дизайнер или не ты не дизайнер. Зачем тебе доказывать, что у тебя и так покупают? Не обязательно это доказывать. Мы говорим о том, что по стандарту уже могут обучающие программы и курсы, наоборот, поднять свою качество. Потому что не обучать за две недели дизайнеров и выдавать им сертификат, что я дизайнер. А наоборот, не выдавать сертификат, потому что он не будет соответствовать профессиональному стандарту. Понимаете? То есть двухнедельные курсы тем самым обнуляются. Нельзя их будет пройти и называться дизайнером. Ты будешь в лучшем случае слушателем курса по младшему дизайнеру, а не ведущим дизайнером. То есть у тебя будет, если ты нормальное обучение пройдешь, у тебя будет больше квалификации. То есть вот в чем дело. Повторное обучение. Зачем повторное обучение? Если ты хочешь обучаться, в принципе дизайнер всегда должен обучаться. Потому что мы не один раз обучаемся. У нас каждый год все меняется. Много материалов, много там по бизнесу в конце концов. Если у вас все в бизнесе налажено, и у вас там все с отношением с клиентами, все супер классно, и у вас делегируем все отлично, и с пиаром, как тут пишут, и со всем остальным, значит вы молодец. У меня тоже здесь все отлично, но я все равно каждый день развиваюсь, каждый год посещаю там курсы, делаю конференции. То есть, ну не знаю, я не останавливаюсь, мне интересно, и я не жалею денег на свое обучение. То есть если у вас как бы не так, ну значит не так. Значит это ваш выбор, я же как бы не говорю вам, что делать. То есть непонятно, почему вы как бы ставите, что кто-то будет там или не будет. Это их дело, будут они обучаться или не будут. Можно не обучаться, никто не заставляет. Я вот не понимаю, где вы видите, что вас где-то кто-то чего-то заставляет. Вот комментаторы пишут, что все будет так. Нет ни единого возможности, что кто-то что-то будет заставлять. Где это? Непонятно. По стандарту есть много критерий, которые как дизайнер никакие, просто хоть и с высшим образованием, к сожалению, соответчик стандартам не даст людям возможность делать соответствие, наверное. Лучше или хуже. Да, не даст. Но так задачи другие. Смотрите, у вас тоже очень много мыслей. Они классные, здорово. Спасибо, что поделились. И в принципе тут без наездов, все нормально. Это ваше мнение. Отлично, супер, классно. Ну вот просто разделите эти части. И вот то, что я прокомментировал, я прокомментировал, наверное. Спасибо. Вообще инициатива нужная. Давно пора отфильтровать всех тех, кто без профильного образования. Или опыт меньше двух лет хотя бы. От ведущего дизайнера, наверное, да, имеется в виду. Но так обычно наши тронеры. Почему вот вы к негативу идете? Я бы не рекомендовал идти к негативу. То есть выгоднее идти все-таки к позитиву, даже если у вас был негативный опыт, это не значит, что он будет всегда. Пусть все-таки будет не максимально криво, а максимально качественно сделано. И я здесь для того, чтобы сделать все это максимально качественно. И вы здесь, и вы написали этот комментарий. В том числе, я надеюсь, да, не для того, чтобы там попиариться или еще что-то сделать, или высказать себя, а для того, чтобы сделать максимально качественно. И если это так, то читайте материал, смотрите, изучайте, присылайте комментарии. Внедрим без вашего мнения не пройдет. Пишите. Значит, если это орех, на правило нужно отправить петицию на запрет этих стандартов человека. Вот, вот, абсолютно, да, Светлана, супер, да, с большой любовью, то сейчас рассмотрю ваш комментарий. Значит, окей, и что, причем, почему вы накладываете какое-то отношение ко мне, либо тем более там дальше будет тема про мой проект. Допустим, вам не нравится мой проект. Окей, вы имеете на это право, абсолютно. Как любой другой человек может оценивать проект. Вам может, я не нравлюсь, мой аватар, то, что я говорю, вообще вам может все, что не нравится. Но как это относится к стандарту? То есть нет логической связи, что я вам лично не нравлюсь как человек, тому, что создано. Давайте отделять все-таки личное там пренебрежение ко мне, например, и моему проекту, и проект. Можете меня закрыть, вот так вот, ну, просто отодвинуть, и просто почитайте документ. Забудьте, что там я есть. И тогда у вас, ну, встанет вопрос о том, что вы поймете суть, а уже из этой сути вы сможете как-то действовать и дать комментарии. Поэтому с большим уважением к вам, несмотря на то, что я вам не нравлюсь, вы мне в любом случае нравятся, вот, красивая девушка, красивый аватар, поэтому только за. Да, читайте документ и радуйтесь. Так, теперь по петицию. Петиция, нет формата написания петиции, чтобы отозвать. То есть там такого просто нет, но даже, чтобы написать петицию, вам нужно на что-то сослаться. То есть вам нужно не просто так, мне не нравится орехов, поэтому мы запрещаем. Вы же не так будете делать, я надеюсь. Вы должны будете к чему-то апеллировать. И вот к чему апеллировать, нужно посмотреть закон, то есть вам нужно в любом случае открыть закон и понять, на что вы можете апеллировать, что не подойдет, что не нравится. И потом тогда уже составить петицию. А для этого вам все равно придется почитать стандарт. Поэтому, хочешь не хочешь, вы должны будете даже перед тем, как подписывать какую-то петицию, посмотреть, что вы подписываете хотя бы. Поэтому очень рекомендую. Как это может быть, чтобы в списке разработчиков не было ни одного вуза, который готовит дизайнеров? Ну, вузы не пошли в разработчики, вот так и случилось. Ну как, так может быть, такова жизнь, так бывает. Как представитель вуза имею сообщить, что образовательный стандарт по дизайну существует не один десяток лет. Нет, не существует, мы же, кстати, обсудили в комментариях. Образовательный, да, стандарт. Образовательный, последнее поколение образовательного стандарта по дизайну. Да, вот образовательный есть, но он не построен на профессиональном стандарте. Это два разных стандарта, чтобы все понимали, да, я не путаюсь. Давайте подскажу по этой теме. Значит, есть два типа образования. стандарта. Есть образовательный, по которому учат, и есть профстандарт. Так вот, образовательный, он делается на основе профстандарта. Так как, ну, так как профстандарта нет, образовательный стандарт они делают сами. Ну, то есть, каждый как хочет. Именно поэтому сейчас каждый вуз и каждый курс по обучению делает свой, любой курс. Он делает двухмесячный, говорит, все, ты будешь дизайнером. Почему? Потому что нет профстандарта как раз. Именно поэтому, что каждый делает свой образовательный стандарт, принимает в своем вузе, потому что имеет на это право юридически. Ну, Потому что стандарта профессии нет. А мы хотим как раз, чтобы этого избежать, чтобы все и вузы, и курсы подтянулись, и вузы выпускали людей и соответствующие квалификации, и курсы тоже, соответственно, то, что вам не нравится многим, что низкие качества работы, то есть курсы тоже подтянутся, потому что они не захотят терять деньги, они захотят деньги зарабатывать. Чтобы зарабатывать деньги, они должны будут соответствовать стандартам. Соответственно, не будет двухмесячных курсов или двухнедельных, а будут годовые или двухгодовые соответствующие курсы. Вот в чем дело. Так, если тот стандарт, что орехов носил, то я с ним ознакомился уже, по каким-то жестким ограничениям не нашла. Да, спасибо, Анна. Тут желательно ваши комментарии как профессионального юриста, так формулировки очень важны. Да, и как профессиональный юрист тоже, пожалуйста, приглашаю участвовать всех профессиональных юристов с формулировкой. Мы долго достаточно оттачивали, у нас тоже был юрист. И не один, если я не ошибаюсь. То есть мы это внимательно изучали и долго-долго меняли формулировки. Формулировки тоже сделаны не просто так. То есть иногда они там дублируются, иногда там сложно их прочитать, пробираться через бюрократический язык. Мне это тоже не нравится. И я думаю, что я отдельно даже книгу сделаю о том, как просто нормально читать этот стандарт, то есть разъяснение. Но мы не можем написать человеческим языком этот стандарт. Почему? Потому что там каждое слово важно. Это как в законе. То есть ты читаешь закон, и тебе кажется, что он супербюрократически написан, но нет. Там каждое слово, оно важно. Если ты что-то чуть поменяешь, уже будут разночтения, и будут судебные всякие постоянные конфликты. Вот чтоб этого не было, иногда бюрократический язык, он в принципе от того и родился, что очень нужно точно следить за формулировками. Мы старались следить за формулировками как можно точнее. Прошли сами несколько итераций. Если вы нашли или найдете, как юристы, где-то что-то не соответствует, пишите срочно, мы поправим. То есть это очень важно. Единственное, что я не совсем поняла, есть ли там вариант работы с коллажами, бордами и так далее. Да, есть, там даже есть макеты, и от руки можно рисовать. Многие не делают 3D, мы часто с коллажами работаем и бордами. Да, пожалуйста. Не придется ли нам в обязательном порядке делать 3D? Нет, не придется. Не обязательно. А то проект не проект. Нет. Спросить мнение ведущих дизайнеров надо обязательно. Да, пожалуйста, спрашивайте. При этом не все разбираются в юридических тонкостях. Тут нет юридических тонкостей, тут просто читаешь и логика. Тут должна быть логика. Для того, чтобы разбираться, я специально на своем сайте, в этом видео чуть выше, я показывал, какие есть, собственно, очень простым, понятным языком, попытался на фоне пальма, на фоне в отеле, я рассказал как простым языком, кто чем занимается. Вот если вы не можете читать стандарт профессии, просто послушайте вот меня, как я там рассказываю и посмотрите взаимосвязи. Там более простым языком рассказано. То есть я специально это сел и стратил время, чтобы было максимально понятно тем людям, которые не обладают в том числе юридической грамотностью или тонкостями. И тут опять без ваших комментариев не обойтись, чтобы людям доступно объяснили, как теперь все обязано работать. Вы можете и обязаны работать так, как вы работали. Никаких изменений в работе, еще раз не устою повторять, это не приведет. Нет изменений в работе в связи с стандартной профессией. Это стандарт профессии, это уровень квалификации, показанный по знаниям, навыкам, умениям, которые могут быть и которые ты можешь показать, если ты хочешь. Если ты не хочешь, не показывай никому. Если ты продаешь свои услуги и так, то продавай. Но если я работодатель или если ты ученик, если ты хочешь научиться на визуализаторах, например, ты дизайнер, хочешь научиться визуализации на курсах, ты не обладаешь визуализацией, вот вы делаете коллажи. Хотите делать 3D. Что вы делаете? Вы идете на какой-то курс по 3D. Вы можете пойти ко мне на курс на 3D, к кому-то еще, к другому, на Украине к ребятам, в Беларуси, еще где-то, где угодно. Вас научат какому-то 3D. Какому, вы не знаете, потому что у вас нет стандарта. Вы не знаете, как квалифицированно понять, подойдет ли то, что вам будут учить стандарту, то есть для того, чтобы вы работали дизайнером. Вам, может быть, там научат чайники лепить из глины, ну, то есть из сеток полигональных. Откуда вы знаете? Вы можете ошибиться. Чтобы вы не ошибились, вы открываете стандарт по 3D-визуализации и смотрите, то есть что вы должны знать как 3D-визуализатор для того, чтобы правильно пойти на курсы. И смотрите, соответствует ли их программа, стандарт профессии, если соответствует, то смело идете, потому что это уже подумали, ну, за вас, то есть об вас побеспокоились. Если вы не хотите учиться в 3D-визуализации, например, если вам не нужно дополнительное образование, вы не идете, вы нанимаете готового визуализатора, который соответствует стандартам. Или не соответствует, вам все равно, вам просто нравится его картинка, берете его и все. Здесь нет никакой обязаловки. То есть почему вы говорите, что какая-то обязаловка, я не понимаю. Нет обязаловки, с чего вы это взяли? Ну, я думаю, что просто не разобрались, вот я сейчас специально записываю еще раз это видео, чтобы было пояснение. Вот мне тоже странным кажется и нечестным показалось, что других дизайнеров даже никто не спросил. Других дизайнеров спрашивали, к сожалению, ну, как бы, я уже неоднократно об этом рассказывал, смотри видео предыдущее. Если Минтрут не отклонит проекта, вот, кстати, да, правильный комментарий, то они должны быть размещены на федеральном портале в течение 10 дней для общественного обсуждения перед экспертизом Национального совета. Все верно, то есть есть регламент, как это происходит. 3D Group пишет, непонятно, как все это будет происходить, какая-то квалификационная комиссия будет подтверждать статус или что? Нет, не будет никакая квалификационная комиссия подтверждать статус, ничего не будет. Если это, например, нужно отправить петицию, так это уже было. Если кратко, кому-то скучно, плюс он хочет лавры первого разработчика стандартов профессии в Российской Федерации, такие вещи имеют право инициировать. Значит, первая тема, то есть кому какие лавры, ну, как бы, даже если и хочет, и даже если не хочет, не буду это комментировать, то есть это мое личное дело, что я хочу, что нет, то есть это никак не относится к стандарту, то есть те, кто меня знает, там, они знают, какие лавры я хочу, какие не хочу, то есть, ну, какая вам разница? Вот, это первое, да. А второе, смотрите документ, такие вещи имеют право инициировать только люди, имеющие достижения, нет такого правила, это ваше личное мнение, я его тоже уважаю глубоко, но закон говорит иное. Признанной профессией, кому разработчик не является. И опять же, вы говорите, что я не являюсь признанным, ну, окей, или достижений у меня нет. Окей, это тоже ваше мнение, я, проблем здесь у меня с этим нет, поэтому, ну, удачи вам это уже, что могу сказать. Значит, услугами плохих или непрофессиональных дизайнеров и так не пользуются, это как рынок, это сарафанное радио. Значит, пользуются, поверьте мне, пользуются услугами плохих или непрофессиональных дизайнеров и каждый, ну, очень много людей или строителей, вам это подтвердят. То есть, сейчас битва у нас возникает от строителей и дизайнеры, застройщики, клиенты, в общем, все друг другом недовольны. Это сейчас у нас на рынке существует. Если вы живете в таком другом мире, ну, значит, вы молодец, но мир, он более интересный, да, чем вот вам, значит, видится исходя из комментариев. Далее, так как это рынок, сарафанное радио 90%. Нет, это, опять же, однобокое убеждение, то есть, вам кажется, что это 90% сарафанное радио, потому что, скорее всего, у вас это так и у ваших знакомых, скорее всего, так. Более того, у меня тоже это так, то есть, у меня 90% это, ну, чаще, чаще сарафанное радио. Почему? Скорее всего, потому что вы не даете рекламу. И я не даю рекламу, либо даю ее достаточно мало в плане дизайна интерьеров. То есть, к нам приходят именно по сарафанному радио, мы и так и работаем. Но это не значит, что так и бывает. То есть, я знаю огромное количество людей, которые были, в том числе, у меня на дизайн-конференции, нам, можно сказать, списки, да, которые рассказывали, как они привлекают, там, десятки лидов потенциальных клиентов в день только через рекламу. То есть, то, что у вас 90% по рекомендациям, не говорит, что так устроен мир. Это говорит о том, что вы просто не рекламируетесь, и я не рекламируюсь. То есть, я не говорю, что это плохо. Так бывает, это нормально. А другие люди рекламируются, и они считают, у них там 90% или 95% идет через рекламу. И их рекламу вы увидите. Поэтому мир очень неоднозначный. Так, вырос тут цены, цены не выросли. Причем тут цены тоже никак не влияют. В итоге и меньше клиентов можем себе позволить, пользовательными услугами. Почему меньше клиентов? Тоже непонятно. Выгодно данное решение только тем курсам, которые будут сопричастны к выработке стандартов, так как сказать окажутся в ролях первых аккредитованных. В принципе, да, я согласен, что выгодно учебным заведениям, которые первые применят стандарт и повесят на флаг, что мы соответствуем. Это абсолютно точно. Это прикольная тема, да. И вы тоже можете, кстати, то же самое делать. А можете не делать. То есть, я не понимаю, почему это плохо. Почему это плохо? То есть, если на дизайнеров это никак не скажется, а только повысит качество и порог входа. То есть, приведите-ка хоть один пример, почему это плохо. Что другие будут зарабатывать? Нет, это тоже неплохо. Это отлично. А предоставляю качественную услугу, так это же супер. Вузы в том числе так будут делать. А возможно, какое-то время это будет весьма малочислено. Значит, аккредитованных каких-то специальных нет. И я, и вы, и кто угодно, кто писал комментарий, кто не писал комментарий, может тоже возглавить эту тему, если хочет. Поэтому возглавляйте, если хотите. А если не хотите, то как бы не возглавляйте. На вас это никак не повлияет. Наоборот, будет в любом случае улучшение за счет качества улучшения образования и этой темы. Качество услуг на рынке никак не поднимет, так как, повторюсь, рынок сам выбирает необходимое по цене и качеству услуги. И те, кто предоставляет, остальное остается за бортом. Ну, значит, тем более волноваться вам не стоит. После введения сертификации, это не сертификация, а стандарт профессии. Не путайте, пожалуйста, вещи, будьте внимательны. Механизмы рынка не изменятся, но вырастут цены, и меньше людей будут иметь возможность пользоваться, соответственно, пострадает потребитель. Вообще логики никакой нет. Здесь вот перечитайте еще раз, то есть почему вы что-то пишете, тезис, потом еще один тезис добавляете, и потом получается так, что, ну, какой-то еще один вывод делаете. Ну, как-то, ну, не знаю, хорошо, наверное. Так, давайте домотаем. В принципе, мы уже заканчиваем. И так. Любые стандарты нашего импишут, чтобы потом на них могли зарабатывать. Сначала будут кредитованы учебных заведений проводить, например, соответствие стандартам, потом поднимутся цены на обучение, так как мест, которые соответствуют новым стандартам, будет немного, ну, и так далее. Да, это, возможно, вариант, но, как бы, если вы обучением занимаетесь, что вы переживаете по этому поводу? Пострадает сфера дизайна, вообще рынок услуг цены вырастут так, это, по-моему, было. Я инженер-конструктор, ПГС недавно перепрофилировалась в дизайном. Больше всего меня интересует вопрос четкого ограничения между дизайном и перепланировкой. Очень часто дизайнеры, вероятно, из-за недостаточного знания конструктивных особенностей делают грубые ошибки в своих проектах. Да, такое бывает. Ремонтная бригада это все громко высмеет перед заказчиком, и такое бывает. Это, кстати, подтверждение предыдущей девушки, которая там говорила, что не бывает плохих. Бывают плохие. И хорошо, если есть эти ошибки, не влияет на безопасность, и у бригады хватит опыта не воспринимать проекты как строгое указание к действию. В общем, хорошо бы прописать, где должна заканчиваться фантазия дизайна и начинается работа конструктора. В принципе, это и показывает стандарт, что в стандарте нет работы конструктора. Если его там нет, то, соответственно, дизайнер это и не делает. А если кто-то требует, то дизайнер говорит, слушайте, вот по стандарту я это не должен делать. Вот это и есть ограничение. От стандартов они испугались, что как раз чушь лепить в своих проектах, так как они это не волнуются. Ну, тут идет дискуссия, окей. И, конечно, как-то нужно регламентировать учебную программу курсов по дизайну. Окей. Многие курсы совершенно не имеют раздела про перепланировки, рабочие технежи и нормативную базу. Но, в принципе, должны иметь, потому что все это есть в стандарте профессии. Мы там как раз это и прописали. Но фраза «можно сделать все, что угодно» звучит повсеместно. Ну, да, фраза «можно сделать все, что угодно» она такая, что типа «все вокруг молодцы» или «все вокруг обманывают» или «всех нас посчитают» или «государство ворует деньги» или еще какие-то вещи, которые там можно прийти в голову. Ну, то есть фраза «можно сделать все, что угодно» она примерно с того же разряда. Что имеется в виду? Что угодно? Я бы в первую очередь спросил, что можно сделать, что угодно, где сделать, что угодно. И дальше посмотрел детализацию, что имеется в виду. Сама придавала на курсах дизайна раздела рабочих технежей и проговорила важные моменты и знаю, как это качественно улучшает дизайн проект молодых специалистов. Ольга, вам большой поклон в этом направлении, коллега, да, мы занимаемся единым правильным делом, именно обучаем так, как надо. Поэтому здорово, классно, жму руку, все супер. «Я за то, чтобы отозвать документ, слишком однобокое видение проблемы дизайна». Ну, вы его читали вообще хотя бы? Станислав считает себя специалистом, в то же время пишет, что зарабатывает такие стандарты, законам не запрещено никому. Не то, что никому, законам не запрещено работодателям. Там написано, я в начале этого видео рассказывал. «Ну, может, заодно и хирургом напишем, как им работать». Так, кто-то Вита. А, Виту я знаю. А, ну, окей, хорошо. Причем тут хирургом, Вита? Я тоже не понимаю. То есть, что, почему ты мешаешь хирурга и стандарт. Разные вещи. Хирургу как раз запрещено. Ну, то есть, логику включай, букву, почему не получается. Причем хирурги и стандарт. Где соответствие? Я буду всегда ловить такие вещи, потому что они, опять же, две вещи есть. Либо хотите накинуть специально, да, либо не понимаете. Если не понимаете, я объясню. Если хотите накинуть, то, ну, окей, хорошо. Я тоже это выведу на чистую воду. Зачем? Рассматриваются варианты работы студии и в таком случае частным дизайном работать. Работайте без проблем. Вот, проблем нет, работать можно, никто не запрещает. Кто будет проверять дизайн несоответствия? Никто не будет. Вариантов заказчика можно и часто зависит от того, возможно, финансирование кому-то нужны только чертежи или только эскизы. Именно поэтому он может заказать только чертежи и эскизы. Смотри стандарт, там все прописано. Особенно волнует вопрос комплектации. Если бы было возможно в документе отразить вопрос, на основании которого дизайнер закона получает деньги за комплектацию, это отдельная услуга. Так там так и написано. Это уже отображено в документе. Посмотрите, пожалуйста, документ перед тем, как сравнивать его с хирургом. Ну, пожалуйста. Вот смотрите, вот вы написали, это же останется. Ну, то есть я это запишу на видео, это останется. Ну, думайте немножечко, хотя бы чуть-чуть. Я не понимаю логику. Прочитайте документ, там это все есть. Если что-то не устраивает, пишите, внесем. Все же умные взрослые люди. Ну, что вы... Ой, ладно, я уже под конец видео заговариваюсь немножко. Но добью его все равно, потому что тема важна, я трачу очень много времени на это. Вот все равно хочу... Опять же, не со зла, Вита. Я тебя знаю, ты меня тоже знаешь, на конференции все были, виделись. Будь внимательным, пожалуйста. Если нести в дизайн проект как стандарт, то все будет требовать подробный подбор. Причем не буду требовать, если ты это в услугу не пропишешь. Причем тут стандарт. Ты можешь делать услугу комплектации, а можешь не делать. Ты можешь делать для визуализации, а можешь не делать. Никак стандарт профессии не связан с теми услугами, которые ты предоставляешь. Ты можешь только планировку делать. Или только обмеры. Ты будешь обмерщиком, и все, дизайнер обмерщик делает обмеры, и все, и уходит. И ты каждый день делаешь по 5 обмеров, и к дизайну даже не притягиваешься. Но ты тоже будешь причастен к этой профессии. Есть отдельная профессия обмерщиков. Почему нет? И почему бы их не прописать, что они должны делать, чтобы вы у них могли заказывать. Я, допустим, когда нахожусь в Москве, у нас квартира в Сочи или где-нибудь в Калининграде, зачем мне туда ехать, я могу нанять квалифицированных обмерщиков, которые приедут и сделают так, как мне надо, по стандарту. Я так делаю, кстати, почему нет. Но я хочу делать по стандарту, чтобы мне не приходилось удаленно объяснять заново, что мне нужно получить, чтобы они сами знали и какие функции они должны выполнить. Понимаете, в чем дело? Для этого нужно. То же самое касается визуализаторов, то же самое касается чертежников и всех остальных. Интересно, что почти везде в документах указаны специалисты без высшего специального образования. Не почти везде, а 5 таких функций. Только 5. И 5 с управлением. Почему? Потому что так прописано по уровню квалификации. Так нужно. Даваться не буду, потому что я рассказывал, и среднее образование, и курсы дополнительные есть выше. И те, кто работают над задачами, у них достаточно предыдущего уровня образования, третьего, если я не ошибаюсь. А те, кто над ведением проекта, ведущие специалисты, четвертое и далее. Это тоже прописано. Это важная часть. Ее надо просто понимать. Я понимаю, что вы не понимаете это еще, но чуть-чуть можно внедрить. Вопрос нормальный. Просто задавайте вопрос условно. Почему так? Не пишите, что нет, все пропало, все не так. Нет, люди подумали. Поверьте мне. То есть я понимаю негодование, но хотя бы допустите мысль, что люди уже об этом подумали. И просто задайте вопрос. Ну как бы в нормальном формате. Видите, я не с претензией, просто вот, не знаю, немножко тоже накипел уже под финал. Поэтому не обижайтесь, пожалуйста. Интересно, что почти везде так это было. И ничего не написано про то, какая грамотная рабочая документация, по каким ГОСТам будет определяться стандартная рабочая документация. Не входят в стандарт профессии ГОСТа и СНИПа. И определение качества тоже не входит. Поддерживаю то, что документ этот еще очень сырой. Собрались 7 дизайнеров. Ну тоже, значит, приведите пример и доказательства, и сделайте его не сырым. Попробуйте. Собрались 7 дизайнеров студии, решили за всех стандартизировали, считали одной расческой по фрилансу, какие стандарты. Понятно, что ничего не понятно. Ну, чтобы было хотя бы чуть-чуть понятно, вам нужно открыть документ, включить голову немножечко и поработать с ним. Архидиалог мы в деле. Да, Света и Архидиалог большие молодцы. В деле подключайте, поможем ресурсами. Всегда помогали с организацией. Значит, большая благодарность выражается Светлане и Архидиалогу, в том числе дискуссии, дебаты организуют в Экспострое. Спасибо площадке, кстати, Экспострой. В общем, спасибо, да, за поддержку. Не нужен дизайнерам никакой стандарт. Ну, не нужен, значит, это не вам решать, а решать мне с тех, кто туда и дизайнерам. То есть, вам не нужен, не используйте. Также он не нужен художникам, скульпторам, артистам и другим творческим людям. То есть, без комментариев не нужен. Ну, хорошо, мнение учтено, а есть другое мнение, и люди работают с другим мнением. Ваше тоже окей, нормально, значит, допускается, уважается, кстати, без каких-то проблем. И видно, что без наезда, без всего не нужно, значит, не нужно. Хорошо. Я считаю, что такие стандарты необходимы и очень помогают в работе с заказчиками, потому что, если этих требований, надеюсь, разумных будет, придерживаться все. Ну, придерживаться все их не будет, надо так сказать, но хотя бы они будут зафиксированы и написаны, что с ними можно как-то будет поработать, повзаимодействовать. То есть, есть документ, на который хотя бы можно опереться. А придерживаться или нет, это уже другой вопрос. Вы знаете, даже законом не все придерживаются, да, то есть мы же знаем правила дорожного движения, не все придерживаются. Или законом то же самое. И как бы дальше уже придерживаться или нет, это уже дальше мы решаем. Но хотя бы они есть, это хорошо. Будет проще донести до заказчика и отстоять. Да, другое дело, что сформировать эти стандарты должны люди опытные в профессии, практике, которая знает все подводные камни. Поверьте мне, мы опытные и знаем все подводные камни. Если какой-то подводный камень мы не нашли, предлагаю вам найти этот подводный камень в опубликованном документе и прислать, мы его внесем. Если желательно интегрировать в обучающие программы всех вузов, мы не можем интегрировать, потому что вузы сами взрослые ребята, они сами интегрируют или не интегрируют, если хотят. Поэтому это уже следующая задача и к принятию стандарта она не относится. Лично мне очень не хватает таких стандартов, особенно это было наглядно, когда делала первый проект, и было много личной ответственности и работы на себя, которые либо не надо было делать, либо надо было делать за отдельные деньги. Абсолютно верно. Мы сделали в 2014 году, я проработал тему комплектация, на основе которой, кстати, небольшой продукт-плейсмент, это будет странно, если орехов ничего не продаст, на которой мы сделали книгу вот эту. В 2014 году была разработана система комплектации, где было прописано как раз таки и сформулированы свойства и технологии, была презентована эта тема на Мосбилде, где было черным по белому написано, что делает дизайнер, за что он берет дополнительные деньги, там 23 пункта, если я не ошибаюсь, и эта штука стала работать, и многие уже так пользуются. Я думаю, что многие из вас тоже пользуются этой технологией комплектации, которая уже минуточку была сделана в 2014 году. Тоже, вот, казалось бы, почему кто-то делает? Ну, потому что взял и сделал, теперь вы тоже по ней работаете. Посмотрите, значит, видео есть, ссылочку дам. Посмотрите, что делает комплектатор в стандарте профессии, и вы удивитесь, что, скорее всего, вы это так и делаете, но как бы осознанно-неосознанно, ну, то есть могли узнать из разных источников, но тем не менее, кто-то это тоже сделал и продумал, и прописал. Также здесь это тоже очень важная вещь, работать, думать, прописывать и постепенно систематизировать нашу тему. Да, и вы можете за счет этого брать отдельные деньги. Конечно же, вы можете больше зарабатывать или не зарабатывать больше, но тогда не брать на себя ответственности, что тоже очень важно. Мало того, что абсолютно большинство заказчиков до сих пор уверены, что авторский надзор включает в себя вообще все, и комплектацию, закупку, управление, строительство, прорабство, и бюджетирование, и психотерапию, да, конечно, в этом и проблема, вы можете с этим побороться. И это дико усложняет работу, приходится каждому второму объяснять, что и как, но усложняет то, что в ответ многие можно услышать, а вот другой дизайнер, конечно, со всем этим можно работать, но неудобно очень. Ну да, да, не то что, но это так и придется, то есть пока это дело не только будет принято, но и, значит, придет в понимание заказчиков, а в понимание заказчиков это может прийти только если будет принят документ, и все дизайнеры будут работать более-менее по этому документу, доносить клиентам, что вот именно это должно. Это зависит не от меня, не от разработчиков стандартной профессии и даже не от стандартной профессии, а от каждого из вас, который возьмет базовые понятия, договорится, все дизайнеры договорятся о базовых понятиях и начнут транслировать клиентам на основе документок, на которые можно будет дать ссылочку в Министерство труда. И это уже будет какая-то ссылка, даже в суде, если кто-то привлечет или что-то еще будет говорить, вы же извините, я ссылаюсь на какой-то документ хотя бы. На что вы сейчас ссылаетесь? Да, на договор, да, но договор может быть у каждого свой, и не все дизайнеры грамотные, юридические, и, как правило, к юристу идут обращаться с договорами, когда уже все плохо, да, или когда уже решить там что-то надо. А по факту надо заранее все это продумывать, и я голосую за то, чтобы заранее все это дело продумывать, а не когда уже петух клюнул. Согласно, я однажды взял декорирование, что дизайнер проект, который был на четырех листах, когда заказчик увидел мой эскизный, мягко говоря, обалдел от объема информации. Ну вот, собственно, разные есть работы. На самом деле отсутствие стандартов влияет на всех и в худшую сторону, согласен. Даже когда есть одинаковая задача и стандарт ее исполнения, у многих будут разные трудозатраты и временные, но, по крайней мере, они зададут им четкую направленность. Цель и стандарт, как некий минимум, мне кажется, это в лучшую сторону, может поменять качество работы многих и в целом сделает рынок более конкурентным. Спасибо. Я помню, как мне несколько раз приносили чужие проекты, просили доделать или переделать, а я, не глядя, просто не могла понять, почему вообще за это платили. Ну, потому что вот люди платят за разные вещи. В свою очередь, в ближайшее время в своем аккаунте буду проводить эфир, на котором будем обсуждать этот стандарт. Приглашаю желающих принять участие в обсуждения, сможем сформулировать реальный документ. Это реальный документ, который уже сформулирован, вы можете его обсудить, можете сформулировать новый какой-то, но что вы будете с ним делать, надо подумать. Приглашайте, я тоже, если будет необходимость, приму участие, если будет возможность, всегда за любую дискуссию, причем могу не рассказывать, не говорить ничего, просто послушаю или отвечаю на вопросы. Если будет необходимость, я только за любые обсуждения, любые дискуссии. Я рекомендую сделать документ, даже не стандарт профессии, а стандарт качества. Вот с этим очень важно поработать. Если кто-то возьмет на себя часть по стандарту качества, в принципе, это было бы неплохо. Если никто не возьмет, через некоторое время тогда я буду этим заниматься. Тоже сразу говорю, чтобы потом не говорили, что вот, никто у нас не занимается. Но мы сделаем там свой стандарт качества и будем стараться его придерживаться. В принципе, я думаю, у каждой студии свой стандарт качества, так или иначе, и он его тоже придерживается. Вот это как бы следующая задача после стандарта. Я думаю, что вот заявляю, что можно с ней работать тоже. Почему нет? Как отразиться на деятельности дизайн-студии и фрилансеров? Да, в принципе, никак. На дизайн-студии будет проще взять на работу, а фрилансерам будет проще устроиться на работу, если они в студии. Если они фрилансеры для клиентов, то, в принципе, никак. Если клиенты не будут требовать стандарт. Кто будет проводить тестацию? Да никто не проводит. Кому и сколько нести? Не надо нести. Если документы хотите, можете принести. Если кто-то хочет поддержать разработчиков рублем или добрым словом, можете написать. Я вам скину номер карточки, куда можно пожертвования присылать. Можете поддержать. И аттестацию получить какую-нибудь, если хотите, заранее. Это шутка, конечно, но если хотите, я не откажусь от бутылочки хорошего вина или от какого-то другого положительного эффекта. Хотя бы просто улыбки будет достаточно. Если документ носит рекомендатель характера, кому и что он рекомендует? Рассказывал в начале видео. Если документ необязательный, к исполнению, как эти госстандарты будут применяться на практике? На практике, я рассказывал тоже, давайте, это уже было. Какова вероятность, что рекомендации перейдут в обязаловку? Вероятность очень низкая и сложно, я себе пока это представлю. Если они будут в обязаловку переходить и именно будут какие-то сертификаты, лицензия, что-то с этим связано, то, наверное, имеет смысл уже в дальнейшем первым становиться в несогласный. Главное, чтобы не проворонить этот момент, как со стандартом, допустим, многие проворонили. Значит, следите за обновлениями, следите за стандартизацией, чтобы, как только будут вводить лицензии на дизайн деятельности, чтобы мы первые сказали, что не надо этого делать, пожалуйста. Может ли высокая инстанция принимать документы рассмотрения от лиц без соответствующего образования? Без соответствующего образования там нет такой графы, там есть другая графа, которую мы с вами уже обсуждали, то есть от работодателей, там не говорится про образование ничего. Каковы коммерческие интересы бизнес-тренера? Не знаю, какие. Если меня, то просто заработать денег на любимом деле у меня. Вот, вот. Я занимаюсь дизайном, потому что мне это нравится, и всем, чем с этим связано, потому что это я знаю и умею. Очнитесь, Станислав Орехов, здесь честно все написали про ваш труд. Идите лучше к себе на страничку, там немного, но все же есть, кому ваш документик понравился. Не травмируйте себе психику. Спасибо большое и вам самого замечательного в жизни. И хорошо, может быть, на этой счастливой ноте как раз-таки мы и закончим наше сегодняшнее повествование. Спасибо всем, кто был с нами, кто недоволен мной по каким-то причинам, кто доволен, тоже спасибо. Если есть какие-то вопросы, я всегда открыт. Если я кого-то обидел, извините, я вот, вы видели, я сейчас нон-стопом рассказывал в прямом эфире без обрезок, без всего. Специально, чтобы вот просто рассказать, где-то у меня тоже были эмоции, прошу прощения, не хотел, еще раз говорю, никого обидеть, ни в коем случае. Я понимаю вашу реакцию, я понимаю, откуда она идет, что кажется, что вот мир рушится, что какой-то Орехов там с компанией что-то внедряет, и сейчас будут деньги зарабатывать. Я это понимаю. Поверьте, это не так. Чтобы убедиться, что это не так, я специально записал это видео. Вы можете мне написать, мы можем там обсудить, если у вас есть какие-то сомнения. Лично у нас будет встреча личная, в том числе в Экспострою в Москве. Если конкретно просто состоите свое впечатление, абстрагируйтесь от меня, чем я вам не угодил, ну не знаю, возможно, но уберите эмоции и посмотрите по факту документ. Это будет самое лучшее, что вы можете сделать для того, чтобы принять какое-то действие и внедрить то, что должно быть внутренне по вашему мнению. Присылайте комментарии, рассмотрим, покажем, расскажем. Давайте жить дружно, давайте без наездов каких-то. Мнения могут быть, естественно, но давайте выражать его в тактичных каких-то приемах, чтобы не провоцировать ни меня, ни других на агрессию. Я очень старался, то есть очень старался очень дружелюбно ко всем отнестись. Я, в принципе, люблю людей и люблю быть, наверное, спричастным, делать комфортные и делать правильные вещи. Вот, наверное, самое важное. Не всегда они будут всем нравиться, и это хорошо, потому что в дискуссии рождается истина. Давайте рождать истина вместе. До встречи. Продолжение следует...